Сокращение бюджета будет происходить в том числе и потому, что половина жителей области не заплатили имущественные налоги. В этом году срок уплаты был перенесен на месяц раньше и со 2 октября за просрочку платежей уже начисляют пеню. Собираемость налогов, более честный, так скажем, показатель, это сумма поступившая от исчисленной, у нас на сегодняшний день очень грустная. Я уже сказал, что мы где-то 500 миллионов рублей собрали в счет погашения задолженности за предыдущие налоговые периоды. И вот по состоянию на сегодняшний день приблизительно полтора миллиарда поступило у нас в счет уплаты вот той суммы, о которой я говорил, 2 миллиарда 600 миллионов исчисленных налогов. Получается, сегодня собираемость у нас только 56,5%. Реально, в казну поступило полтора миллиарда рублей, а должно было около двух с половиной. В этом году, отмечают эксперты, относительно хорошо собирается транспортный налог. Напомню, уже введен повышенный коэффициент для дорогих автомобилей стоимости более 3 миллионов рублей. Через год сумма налоговых начислений вырастет для владельцев недвижимости. За имущество надо будет платить, исходя из кадастровой стоимости объектов. Добавляю, узнать о сумме своей задолженности можно на сайте госуслуги. Заплатить можно также, не выходя из дома. Для этого нужно завести личный кабинет на сайте налоговой службы.